всем привет дождливого буэносайроса это типа у нас такая снежная аргентинская зима ну не аргентинская вся потому что есть в ориентине снег но буэносайровская зима вот такая ветер это вот вместо снега уже несколько дней вот это моросит моросит это самое противное что мне больше всего зимой не нравится буэносайрис это вот эти вот моросящие дожди да летом как-то гроза прошла и успокоилась помихала там все а вот это зимой когда и так холодно да еще ты там ряка затяжная которая может быть неделями это конечно достает скажем честно ну ладно мне насчет этого сейчас иду на работу мне надо поехать в район полермо но еще в то же время по дороге пойдут пешочком до банка провинции банк провинции заплатить за лицензию для рыбалки в принципе у нас почти никто искать честно не берет почти но я беру так как я делаю видео рыбальские то и все и в общем мало ли не хочу нарываться особо ну это я беру на провинцию буэносайрос лицензию значит вот про эту лицензию хотел рассказать немножко значит заказу я ее по интернету просто заходишь на страницу где выдаются лицензии про на эту провинцию вводишь свой номер документа там выбираешь какую там для можно получить бесплатно лицензию для всяких этих пенсионеров там все остальное в общем там все по выбору я беру называется на федера до самой такую обычную простую она мне на год выдается то есть анваль называется от того числа когда ты заплатил не календарный год до 31 что в некоторых провинциях так делается а вот вот который как бы от того числа когда заплатил идут до следующего такого же числа то есть будет до следующего августа она мне разрешает ловить дает право таскать рыбачить буэносайрос и провинция буэносайрос и на костах то есть на побережье атлантического океана которые тоже находится провинции буэносайрос то есть провинция буэносайрос это реки и озера всевозможные океан там ну и сам буэносайрос одним словом везде где в основной массе 90 процентов я и рыбачу то есть реже я выезжаю другие провинции стоит она 40 песо скажем честно ну так для сравнения для сравнения думаю что пачка сигарет сейчас стоит где-то рублей песен 50 а 45 стоит лицензия единственное что плохо что как бы записываешься по интернету потом печатаешь счет и надо идти в банк платить то есть как бы вот не организовано в том плане что нельзя по интернету просто перечислением каким-нибудь там заплатить из 45 надо еще топать в банк там очень постоять вот это единственное неудобство ну так как это раз году может когда-то они все-таки станут более цивильные там плане интернета каждой провинции своей лицензии свои цены примеру провинции интервью соседние там лицензия стоит на год ну пару лет назад было уже где-то около 500 сейчас я думаю наверное под тысячу стоит здесь примеру на 40 песов я еще когда-то спрашивал когда покупал другой провинции такую лицензию а чего это самое ну и свои правила каждый там по вылову по нормам надо читать на каждой провинции что там чему соответствует чему говорю в провинции буэнос-айреса 40 стоит а у вас говорю стоит там 500 примеру он говорит ну кто-то мне выдавал там говорит ну провинции буэнос-айреса буэнос-айресе и провинции знаете сколько людей говорит живет куча если даже по 40 песок взять из тех кто рыбачит это уже куча денег а у нас говорит во первых людей мало все время компа типа просторы а и плюс местные вообще не берут так что если там кто-то возьмет то для нас это как раз и складывается я говорю а то есть это один я тут беру и вам на всю провинции оплачиваю всех тех кто не берет на нем слов пошутили ладно теперь насчет спама еще хотел затронуть такую эту тему у вас тоже там заколупывает вот этот спам ну то есть массовые рассылки массовые звонки не уже достали до ночи звонят с утра звонят вот только проснулся уже телефон начинает звонить что-нибудь и еще именно звонят автомат какой-нибудь и начинает там правительство сказала то или там звонит автомат депутат такой-то сказал что там проголосуйте за меня сказали это то есть ты как бы берешь телефон звонит и думаешь ну по делу что-то звонит или знакомый или клиент какой-то поднимаешь там автомат какой-то начинает четки рассказывать хорошо еще когда это по делу то есть у нас бывает несколько звонков когда там муниципалитет городской сказал что идут грозы там или не выбрасывайте мусор потому что он уже не забивала стоки воды там на улице или там на вашем квартале буду завтра резать деревья вот нам было на прошлой неделе соответственно уберите свои машины с квартала не ставьте там потому что ветки будут падать и все такое мог поцарапать вашу машину это еще по делу ну без дела просто ерунды этой задолбали не знаю как их отключить а вот этот спам не звоню это же не почта email также сама как больше всех уже достал вот этот как бы телефоны компании вот вот эти персонали все остальное которые дают сервис вам вот этот переносные телефоны господи уже никак повылетало с головы русские слова в общем которые компании которые вам дают телефонную связь на ваши мобилки его мобильные операторы вот не знаю как у вас у нас просто достает каждый день 10 сообщений то 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 это то предлагает какую-то музыку то еще что то и по ошибке мощь нажать да и ты уже типа совершил подписку потом все деньги снимает за то что тебе какая-то ерунда приходит то есть за этим надо следить каждый день чтобы не нажать случайно до какого телефоне в какой-то смс-ку долбаную которая приходит рекламы и больше все заколупает именно поставщик услуг вот он больше всех я уже установил себе там программы которые блокируют всех чудиков какого плане когда звонят неопознанных номеров у меня автоматом я даже не вижу это у меня automaton телефон блокируют хочу вообще разговаривать неопознанных номеров то есть номер не определяется есть такая функция там скрыть свой набор вот если номер не определяется камни звырок такой не поступает вообще не поступают я даже не вижу а потом раз два месяца смartрю там как бы список заблокированных звонков и там куча всякая которая не поступила ко мне потому что попала в блокировку то есть потом некоторые которые просто надоедает дурачки их тоже блокируем это уже по номеру некоторые семейские могу заблокировать ну вот никак не могу эту программу сумму именно своего поставщика услуг чтобы он блокировал потому что ну как бы он поставщик услуг телефонная компания и вот я никак не могу его еще туда засунуть чтобы от него еще вот эти все смски и все его предложения прямо блокировались но зато поблокировал как правило другие там все кто вам хочет втюхать там этих самых что-нибудь тюхать продать я имею ввиду они как правило там с неопознанных номеров звонят и начинает что-то рассказывать там предлагать услуги вот это все переблокировал слава богу стало меньше ты как с этим спамом который на имейли приходит то же самое вот у меня к примеру имейлов адресов я имею ввиду ну с десяток для работы нужно под разные таскать объявления по разные мы им это хорошо это хорошо у меня свой почтовый сервер стоит и основная масса этих имейлов не на публичных серверах а на своем почтовом сервере и там я заправил раньше вот когда не программировал антиспан получал примеру утром просыпаешься хоботом 100 имейлов по десяток на каждый адрес стоим и лов 90 80 можем большое количество смотришь из них неделю два-три которые деловые все остальные просто туфта всякая гонится и гонится и гонится по всему миру вот это сел недавно перепрограммировал свой сервер прямо на уровне сервера все эти разрешения все эти антиспан и поставить все остальное выключал сейчас такой довольный включаю там утром 3 мейла из них конечно тоже быть два спам который проскочили случайно через фильтры но все равно уже так раз так что народ кто собирается мне звонить незнакомых номеров даже звонки не пройдут и всякие кто не пишет спам тоже не получаю определяет по во первых адреса которые в листах спам во вторых неправильно оформлены почему неправильно оформлены потому что многие же сами начинают у себя дома там на делает серверу почтовых и рассылкой занимается они даже не понимают что их не п должен быть ну и по адрес постоянным еще на их не сервер должен быть обратный адрес еще специальный который днц реверсу вот и это другой почтовый сервер который принимает проверяет мой вот эти данные если этих данных нет официально зарегистрированных он просто это отшибает вышибает даже не принимает вообще нас на сервере эту почту ладно я банку зашел вот банк пошел платить всем удачного дня потом на метро на полирма работать вот все говорите как у вас этой рекламы пропаганды